на спице 4 миллиметра набираем 32 петли обычным способом набрали 32 петли и набираем еще 33 петлю для замыкания в круг распределили петли на 4 спицы по 8 петель на одной спице у нас 9 петель теперь мы замкнем вязание в круг вот следующим образом эту петлю снимаем и продеваем теперь на каждой спице по 8 петель везде хвостик это у нас начало ряда и вяжем резинку первый ряд лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда второй ряд все петли вяжем лицевыми и третий ряд повторяем как 1 и 4 ряд повторяем как 2 так вяжем эти два ряда на нужную высоту резинки первый ряд резинки вяжем лицевая следующая петля изнаночная опять лицевая изнаночная так вяжем до конца ряда и так провязали первый ряд вот до хвостика теперь вяжем второй ряд все петли лицевыми так вяжем до конца ряда и так провязали два ряда теперь повторяем эти два ряда на нужную нам высоту резинки у меня это будет 7 сантиметров примерно и 20 рядов и так провязали резинку 20 рядов у меня получилось это примерно 7 сантиметров и закончила я первым рядом узора то есть сейчас должен быть второй ряд где я буду вязать все петли лицевые то есть я связала 20 рядов и 21 ряд это у меня первый ряд узора я его провязала и сейчас должна вязать второй ряд узора где все петли лицевые так теперь будем делать следующее мы распределим наши петли так чтобы было удобно вязать узор вяжем 4 лицевые петли 1 2 3 4 и вешаем маркер далее делаем прибавление петли вправо то есть поднимаем протяжку вот так и провязываем и провязываем должна получится скрещенная петля вот так провязываем лицевую делаем прибавление петли вправо далее 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 вешаем маркер вяжем 9 лицевых петель 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 делаем прибавление петли вправо также поднимаем протяжку и провязываем скрещенную лицевую петлю вот так далее вешаем маркер и вяжем 7 лицевых петель 1 2 3 1 2 2 3 4 5 5 6 7 вешаем маркер 7 вешаем маркер и осталось провязать 5 петель 5 лицевых петель 1 2 3 4 5 вот все мы сделали необходимое распределение петель теперь у нас здесь нет 32 петли а 34 так как мы добавили одной петли здесь и здесь теперь вяжем наш основной узор у нас будет узор идти следующим образом 5 изнаночных вяжем 5 изнаночных петель 1 а 1 2 2 3 3 4 вот так 5 а здесь маркер немножко спуталась вот должно идти 5 изнаночных петель затем маркер далее вяжем лицевую изнаночную три раза лицевая изнаночная один раз лицевая изнаночная два раза лицевая изнаночная три раза лицевая петля перевешиваем маркер далее у нас идет 10 изнаночных петель 1 1 2 3 4 5 5 6 9 6 6 6 7 8 9 10 перевешиваем маркер и вяжем лицевая изнаночная три раза лицевая лицевая изнаночная и лицевая изнаночная третий раз и лицевая перевешиваем маркер и вяжем 5 изнаночных петель 1 2 3 4 5 все нашли до конца ряда вот что у нас должно получиться здесь у нас где хвостик от начала ряда идут 1 2 3 4 5 5 петель где мы будем вязать платочный узор платочной вязкой то есть в одном ряду будут изнаночные петли следующем ряду будут лицевые потом опять изнаночные лицевые будет чередоваться так далее у нас идет узор тот же самый что и на резинке вот 1 2 3 4 4 петли на этой спице и 1 2 3 на этой спице до далее у нас опять идет 5 петель где узор платочной вязкой продолжается эти 5 петель еще 10 петель затем опять 1 2 3 4 1 2 3 где у нас будет продолжение узора резинки и в конце ряда 1 2 3 4 5 это также платочная вязка то есть 10 петель также здесь 10 петель здесь резинка здесь резинка вот таким образом мы распределили петли для вязания нашего узора следующий ряд вяжем все петли у нас идут лицевые так как здесь у нас узор платочной вязкой и следующий ряд должен быть лицевые петли также как и узор делать резиночка тоже все петли должны идти лицевыми то есть этот ряд у нас все петли мы вяжем лицевыми не доходя до последней петли где мы сделаем первое прибавление для пальца до большого пальца в общем вы поняли что где 10 петель там у нас поточная вязка где здесь у нас 4 3 это 7 петель там у нас идет резинка в резинке в этом ряду он тоже вяжется все петли лицевыми таким образом вяжем до последней петли в этом ряду теперь лицевыми и так вот последние наши 5 петель в этом ряду не доходим до последней петли делаем прибавление также поднимаем протяжку вывязываем скрещенную лицевую петлю вот у нас получать 1 2 3 4 5 5 петель вешаем маркер далее вяжем лицевую и так следующий ряд здесь где нас платочная вязка у нас были лицевые петли теперь мы вяжем 5 изнаночных то есть так и будет чередоваться всегда один ряд лицевые затем изнаночные лицевые изнаночные сейчас у нас идет ряд изнаночной после лицевых вяжем 5 изнаночных перебрасываем маркер здесь у нас идет узор резинки вяжем лицевая изнаночная первый ряд узора резинки лицевая изнаночная лицевая изнаночная и в конце лицевая перебрасываем маркер здесь у нас опять узор платочной вязки как бы идут у нас 5 изнаночных изнаночных 2 3 4 5 5 тут продолжаем 1 2 3 так 5 изнаночных перебрасываем маркер далее узор резинки лицевая изнаночная лицевая изнаночная продолжаем узор резинки лицевая изнаночная и лицевая перебрасываем маркер здесь у нас идут 5 изнаночных 1 2 3 3 4 5 теперь смотрите так это маркер пока уберем нужно делать вот с этой стороны петли прибавление вправо как мы делали поднимаем протяжку набрасываем и провязываем провязываем скрещенную лицевую затем провязываем лицевую и нам нужно сделать из протяжки провязать прибавление влево и то есть протяжка поднимается в другую сторону вот так и провязываем скрещенную влево так получается что мы сделали с маркер повесим вот у нас здесь вот эти прибавления и так отмечу будем прибавлять с этой стороны право с этой стороны влево а петли посередине мы просто провязываем лицевыми следующий ряд вяжем все петли лицевыми и прибавление в этом ряду мы не делаем я имею до прибавления вот здесь для большого пальца просто провязываем все петли лицевыми следующий ряд вяжем 5 изнаночных 1 2 3 4 5 далее резинка узор резинки лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая далее 5 изнаночных 1 2 3 4 5 вот так же 5 изнаночных 1 2 3 4 5 затем узор резинки лицевая лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая затем 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 затем после маркера выполняем прибавление петли вправо вот так накидываем протяжку и провязываем скрещенную лицевую петлю вот так затем провязываем лицевые петли и вот перед последней петлей делаем прибавление петли влево то есть накидываем протяжку вот так и провязываем также скрещенную лицевую только уже за заднюю стенку вот так вот затем лицевая закончили ряд и так будем продолжать выполнять по краям вот здесь перед или после маркера прибавление с наклоном вправо и вот здесь перед последней петлей прибавление с наклоном влево петли посередине мы провязываем лицевыми следующий ряд все петли лицевые без прибавлений затем ряд по рисунку с прибавлений петель по краям до тех пор пока вот здесь вот после маркера у нас не станет 15 петель и так я делала прибавление здесь с наклоном вправо здесь наклоном влево прибавление одной петли да теперь у меня здесь 13 петель и мне осталось сделать последний раз прибавление петли я покажу еще раз здесь мы делаем с наклоном вправо поднимаем протяжку вот так вот она как наклонила если мы проверим здесь у нас будет дырка поэтому провязываем скрещенной петлей вот так далее вяжем все лицевые до последней петли нашли до последней петли и поднимаем также протяжку но вот таким способом вот так вот видите но по-другому наклонена это будет прибавление петли влево если мы вот здесь про вяжем у нас будет дырка провязываем за заднюю стенку что получилось скрещенная петля вот так я лицевую все теперь она здесь 15 петель сколько нам нужно следующий ряд я провяжу все петли лицевыми без прибавлений так заканчиваем ряд где мы вяжем все петли лицевыми доходим до маркеры где мы прибавляли петли для большого пальца убираем маркер и переснимаем все эти 15 петель на ниточку с помощью иголки вот так теперь вот эти 15 петель мы пока отложим беру их внутрь ниточки и продолжим наше вязание далее по рисунку где у нас платочная вязка вяжем платочной вязкой где у нас узор резинки вяжем узором резинки и так примерно на высоту 2 сантиметра мы провяжем то есть далее продолжаем вязать сейчас у нас идет ряд где мы должны вязать все по узору в поточной вязке у нас идут изнаночные петли 5 изнаночных перекидываем маркер узор резинки лицевая изнаночная итак вяжем следующий ряд у нас будут все петли лицевые затем ряд опять по рисунку затем все петли лицевые опять по рисунку и так вяжем на высоту примерно 2 сантиметра и так сейчас я провязала последний ряд по рисунку следующий ряд у меня должен идти все петли лицевые и я пока остановилась вот смотрите размер примерно 15 с половиной сантиметров вы конечно можете это определять размер сами смотрите как он здесь еще будет идти резиночка вот такая же я вот здесь остановлюсь если считать по вот этим ребрышкам вот один вот смотрите один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать вот тринадцать последний я провязала где мы делали все по рисунку ряд по рисунку сейчас у нас ряд идет здесь должны идти все петли лицевые прежде чем перейти на вязание резинки хочу отметить что у нас должно быть везде по 8 петель но вот здесь у нас один два три четыре пять шесть семь восемь девять и вот на этой спицы девять петель здесь по 8 поэтому мы провяжем две петли вместе вот здесь в лицевом где ряд ряд где у нас идут все петли лицевые последний ряд последний ряд перед началом резинки перед тем как мы начнем вывязывать резинку мы провяжем вот здесь две вместе за переднюю стенку вот так и далее идут лицевые и у нас получится здесь 8 петель маркер уже не нужно вот так вяжем так вяжем вот у нас 8 петель далее здесь у нас 8 и так мы оставляем их вяжем все лицевые маркер не нужен вот здесь мы дошли до места где у нас до спицы где у нас 4 и 5 то есть 9 петель провязываем первые две петли вместе за переднюю стенку и далее вяжем все лицевые маркер убираем так у нас 8 петель и последняя спица последняя спица на здесь тоже 8 петель уже как и нам надо убираем маркер провязываем все петли лицевые теперь у нас на каждой спице по 8 петель и будем вывязывать узор вот этой резинке на высоту примерно 3 сантиметра и так вывязываем узор резинки вяжем первый ряд узора и Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. итак продолжаем этот узор первый ряд у нас идет лицевая и изнаночная до конца ряда и второй ряд все петли лицевые и затем повторяем опять первый ряд лицевая и изнаночная второй ряд все петли лицевые вяжем на нужную вам высоту и так я провязала узор резинки на высоту примерно два с половиной сантиметра это будет восемь рядов вот смотрите ряд где мы убавляли мы его не считаем вот здесь у нас две петли вместе и вот ряд где лицевая и изнаночная 1 2 3 4 5 6 7 8 8 рядов и последний ряд у меня был все петли лицевые я провязала теперь я буду закрывать обычным способом и получится такая по периметру косичка она не очень эластичная если вы хотите эластичное закрытие петель то можно закрыть с помощью иглы только тогда нужно остановиться на ряду где у нас лицевая и изнаночная чтобы закрывать как лицевую изнаночную либо другим любым способом каким вы хотите я закрою петли обычным способом где мы провязываем лицевую затем лицевая и предыдущую протягиваем через провязанную и так закрываем лицевая и предыдущую протягиваем через провязанную лицевая и протягиваем вот у нас получается такая вот косичка будет в конце вытягиваем нить обрезаем кончик и этот кончик мы спрячем потом проденем нить и с помощью иголочки так соединим чтобы было все ровно у нас получилось примерно 19 сантиметров далее я взяла спицы 4 миллиметра но уже покороче чтобы удобнее было вывязывать этот пальчик переснимаем петли на спицу по 6 петель 1 2 3 4 5 6 на другую также 6 3 4 5 здесь у нас остается 3 петли и другие 3 мы поднимем вот здесь вот из протяжек так вот у нас 3 петли получается 6 6 с 12 петель и начнем с 15 вот три на этой убираем ниточку вытягиваем так я прикрепила вот ниточку просто под протяжку продела и нарезала узелочек вот прикрепили нить и теперь с помощью крючка будет проще вот именно надо прикрепить нить с этой стороны эти три петли вот так просто вязание у нас будет идти по часовой стрелке да и поднимаем 3 петли вот из протяжки одну петлю вторую третью и будем продолжать вязать по 6 петель на каждой спице и вяжем узор резинки лицевая изнаночная первый ряд лицевая изнаночная и второй ряд все петли лицевые провяжем 8 рядов и закроем и так я провязала 8 рядов резинки и это примерно два с половиной сантиметра далее буду закрывать петли обычным способом закончила я вторым рядом где все петли лицевые провязываем лицевую лицевую протягиваем так закрываем весь ряд теперь с помощью иголочки прячем все ниточки просто здесь не было такой ступеньки вот так соединяем и прячем полотно нить вот получилась такая варежка и вторая варежка вяжется абсолютно так же получается я могу водить на левую руку могу водить на правую руку поэтому вторую варежку вяжем также как первую абсолютно также